Евангелие от Матфея, предисловие Божественные мужи, жившие до закона, учились не из писаний и книг, но имея чистый ум, просвещались озарением Всесвятого Духа И таким образом познавали волю Божию из беседы с ними, самого Бога, устами к устам Таков был Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иов, Моисей Но когда люди испортились и сделались недостойными просвещения и научения от Святого Духа Тогда человеколюбивый Бог дал Писание, дабы хотя при помощи Его помнили волю Божию Так и Христос сперва Сам лично беседовал с апостолами И после послал им в Учителя благодать Святого Духа Но как Господь предвидел, что впоследствии возникнут ереси и наши нравы испортятся То Он благоволил, чтоб написаны были Евангелия Дабы мы, научаясь из них истине, не увлеклись еретической ложью И чтоб наши нравы не испортились совершенно Четыре Евангелия Он дал нам потому, что мы научаемся из них четырем главным добродетелям Мужеству, мудрости, правде и целомудрию Научаемся мужеству, когда Господь говорит Не бойтесь убивающих тела Души же немогущих убить От Матфея 10.28 Мудрости, когда говорит Будьте мудры, как змии Матфея 10.16 Правде, когда учит И как хотите, чтобы с вами поступали люди Так и вы поступайте с ними От Луки 6.31 Целомудрию, когда сказывает Кто смотрит на женщину с вожделением Уже прелюбодействовал с нею в сердце своем От Матфея 5.28 Четыре Евангелия дал Он нам еще и потому, что они содержат предметы четырех родов Именно Догматы и заповеди Угрозы и обетования Верующим догматы, но не соблюдающим заповедей Они грозят будущими наказаниями Охранящим их Обещают вечное благо Евангелие, благовестие Называется так потому, что Возвещает нам о предметах благих И радостных для нас Как то Об отпущении грехов Оправдании Преселении на небеса Усыновлении Богу Наследии вечных благ И освобождении от мучений Оно также возвещает, что мы получаем эти блага легко Ибо не трудами своими приобретаем их И не за наши добрые дела получаем их Но удостаиваемся их по благодати и человеколюбию Божию Евангелистов 4 Из них двое, Матфей и Иоанн, были из числа 12 А другие двое, Марк и Лука Из числа 70 Марк был спутник и ученик Петров А Лука Павлов Матфей прежде всех написал Евангелие на еврейском языке Для уверовавших евреев спустя 8 лет по Вознесении Христовом С еврейского же языка на греческий перевел его, как носится слух, Иоанн Марк по наставлению Петра написал Евангелие спустя 10 лет по Вознесении Лука по прошествии 15 А Иоанн по прошествии 32 лет Говорят, что ему до смерти По смерти прежних евангелистов Представлены были по его требованию Евангелие Дабы рассмотреть их И сказать, правильно ли они написаны И Иоанн, так как он получил большую благодать истины Дополнил, что в них было упущено И о том, о чем они сказали кратко, написал в своем Евангелии пространнее Имя Богослова получил он потому Что другие евангелисты не упомянули о предвечном бытии Бога Слова А он богодухновенно сказал о том Дабы не подумали, что Слово Божие есть просто человек, то есть не Бог Матфей говорит о жизни Христовой только по плоти Ибо он писал для евреев, для которых довольно было знать, что Христос родился от Авраама и Давида Ибо уверовавший из евреев успокаивается, если его удостоверить, что Христос от Давида Ты говоришь, уже ли недовольно было и одного евангелиста? Конечно, довольно было и одного Но чтобы истина обнаружилась яснее, дозволено написать четырем Ибо когда видишь, что эти четверо не сходились и не сидели в одном месте, а находились в разных местах И между тем написали об одном и том же так, как бы то было сказано одними устами То как не подивишься истине Евангелием и не скажешь, что евангелисты говорили по внушению Святого Духа? Не говори мне, что они не во всем согласны Ибо посмотри, в чем они не согласны Сказал ли кто-нибудь из них, что Христос родился, а другой не родился? Или сказал ли кто из них, что Христос воскрес, а другой не воскрес? Нет, нет В необходимом и важнейшем они согласны А ежели они в главном не разногласят То чему удивиться, что они по-видимому разногласят в неважном? Ибо из того, что они не во всем согласны, наиболее видна их истинность Иначе о них подумали бы, что они писали, сошедшись вместе Или сговорившись друг с другом Теперь же кажется, что они не согласны Потому что то, что один из них опустил, написал другой И это в самом деле так Приступим к самому Евангелию Глава 1 1 стих Родословие Иисуса Христа Толкование блаженного Феофилакта Почему Евангелист не сказал, подобно пророкам Видение или слово Ибо они так Написывали свои книги Видение Исаии, сына Амосова Которое он видел Исаия 1.1 Так же слово, которое было в видении Исаии Исаия 2.1 Ты хочешь знать почему? Потому что пророки вещали к жестокосердным и непокорным И потому говорили Божественное видение И Господне слово Так они говорили для того, чтобы народ убоялся И не пренебрег тем, о чем они говорили А Матфей имел дело с верными Благомыслящими И благопокорными И посему не сказал наперед ничего Подобного пророкам Могу сказать нечто и другое Именно Что видели пророки Но видели умом Созерцая при помощи Святого Духа Посему и называли то видением Но Матфей неумственно видел И созерцал Христа Но чувственно пребывал с ним И чувственно слушал его Когда он был воплоти Посему не сказал Видение, которое я видел Или созерцание Но сказал Родословие Иисуса Имя Иисус не греческое А еврейское И значит спаситель Ибо оно у евреев означает спасение Далее ваши комментарии идут Феофилакт с первой строки Обращает внимание слушателей На авторитет Библии Господне слово Все до единого святые пророки Начиная провозвещать Тайны Господней Как посланники Иеговы Придавали своим словам Абсолютный авторитет От имени Бога 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество Не было произносимо По воле человеческой Но изрекали его святые божие человеки Будучи движимы духом святым Исайя 1.2 Слушайте небеса И внимай земля Потому что Господь говорит Я воспитал и возвысил сыновей Они возмутились против меня Неподчинение слову Божию Исходящему от пророков Приравнивалось к бунту против Создателя И эти люди объявлялись лжецами То есть детьми дьявола Таразаконие 4.2 Не прибавляйте к тому Что я заповедую вам И не убавляйте от того Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего Которые я вам сегодня заповедую Таразаконие 12.32 Все что я заповедую вам Старайтесь исполнить Не прибавляйте к тому И не убавляйте от того Притча 36 Не прибавляйте к словам его Чтобы он не обличил тебя И ты не оказался лжецом Иоанна 8.44 Ваш отец дьявол И вы хотите исполнять Похоти отца вашего Он был человекоубийца от начала И не устоял в истине Ибо нет в нем истины Когда говорит он ложь Говорит свое Ибо он лжец И отец лжи Откровение 21.8 Всех лжецов Участь в озере Горящим Огнем и серою Это смерть вторая Эти же угрозы К непокоряющимся И искажающим Слово Божие Высказанным Духом Святым И в Новом Завете И этими словами Заканчивается Библия Откровение 22.18.19 Я также свидетельствую 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 всякому Слышащему слова Пророчества книги сей Если кто приложит Что к ним На того наложит Бог язвы О которых написано В книге сей И если кто отнимет Что от слов Книги пророчества сего У того отнимет Бог Участие в книге жизни И в Святом Граде И в том Что написано О книге сей И далее Первый стих Продолжается Христа Толкование Блаженного Филакта Христами Назывались Цари И первосвященники Ибо были Помазываемы Святым Елеем Которые Лили из рога На их голову Господь Называется Христом И как Царь Ибо воцарился Для истребления Греха И как Первосвященник Ибо сам себя Принес Жертву за нас А помазан Он Истинным Елеем Духом Святым Преимущественно Ибо Кто другой Имел Духа Так Как Господь Во святых Чудо действовала Благодать Святого Духа Но во Христе Действовала Не благодать Святого Духа Но сам Христос Творил чудеса С единосущным Ему Отцом И Духом Сына Давидова Толкования Слово Иисуса Евангелист Присовокупил Сына Давидова Для того Чтобы ты Дабы ты не подумал Что он говорит О другом Иисусе Ибо был и другой Знаменитый Иисус Вождь Израиля После Моисея Но сей назывался Сыном Навина А не Давида Жил многими Веками ранее Давида И происходил Не из Иудина колена Из которого Произошел Давид А из другого Сына Авраамова Толкования Почему Евангелист Поставил Давида Прежде Авраама Потому что Давид Особенно Был Знаменитый Евреев И жил Позже Авраама И был царь Ибо из царей Он первый Благоугодил Богу И первый Из них Получил Обетование Что от его Семени Восстанет Христос Посему Все и называли Христа Сыном Давидовым Давид носил Себе И образ Христа Ибо Как Сей воцарился На место Отверженного И возненавиденного Богом Саула Так Христос Пришел От Отца Во плоти И воцарился Над нами Когда Адам Потерял Царство И данную Ему Власть Над всеми Над всем Живущим На земле И над Демонами Первый Стих Закончилось Столкование О Рождестве Говорят Никто Не знает Когда Год Рождения Христа Был Самое Удивительное Идут Столетия А Ведут Летоисчисления В христианстве От Эры Диоклетиана Одного Из самых Лютых Гонителей Вообще Парадокс Но Никто Не знал Что 532 Года Этот цикл Пасха Когда назначается Пасхали Вырабатывается Это Цикл Обращения Луны И Солнца И Умножается Одно На другое И вот Одному Монаху Дионисии Малой Он так Вошел В историю Было Поручено Ученый Монах Пасхали Высчитывать Когда будет И он Заметил Что Через 532 Года Повторяется Точно В те же Числа Попадает Точно Все Так же И он Принял Это И Это Другие Приняли Что Это Не указание Ли Божие На то Что 532 Года Назад Вот 532 Году Это Было И родился Христос И приняли Посмотрели События Так Примерно Сходится Данных Было Не так И много Но Проходят Тысячелетия И узнают Что Найдены Новые Данные Когда Умер Ирод Великий При котором Родился Христос Абсолютно Неопровержимо И получается Что После Смерти Ирода Христос Родился Через 4 Года Ну Не могло Это Быть Евангелие Точно Исторические Данные Точно А как Это Могло Быть И тогда Уже Признали Что Это Была Ошибка То Сейчас Вот Сегодня У нас 26 Сентября 2013 Года На самом деле Это 2017 Год Надо Добавлять 4 Года Эта Ошибка Ни на чем Нигде Не отражается Но Она Действительно Теперь Уже Подтверждена И Ошибочно Не говоря Уже О дате Дате Рождения Дата Рождения Христа Вообще Никак Неизвестна И Никто Не пытался Ее Высчитать Впервые Ее Как бы Высчитал Ян Златоуст И Притом Я Гляжу Высчитывание Это Все Натянутое Такое Как Вот Допустим Захарий Отец Иоанна Нес Очереду Теперь Узнали Когда Какая Очереда Была И вот Он Вернулся Именно Когда Она Закончилась Именно В эту Ночь Зачат Был Ян Ну В первую Неизвестно Что В первую Ночь Он Оказался Женой Лисоветом На Одной Постели Не Не Откуда Это Ну Просто Произвольно Взято Во Вторых Не Известно Что Она Была Неплодна Именно Сразу Зачатие Произошло Может Быть Не Не С первой Попытки Так Скажем Вот А Когда Он Родился Теперь Уже Понятно Девять Месяцев Надо Девять Месяцев Накинули Рождение Иоанна Крестителя А Иоанн Креститель На шесть Месяцев Старше Христа Иногда Слово Шесть Не означало Буквально Во-первых Теперь Накинули Еще Шесть И куда Оно Попадает Это Рождение Иисуса Христа И притом Церковь Отмечали Рождение Христа И крещение В один День Рождество Христа Вообще До четвертого Века Не Отмечалось Не праздновалось В один День С крещением И все Потом Это все Разделилось Потом Написаны Были Каноны Акаписты Потом Этот праздник Сделался Великим Рождество Христа Понятно Что Великий Каждый Последователь Своих Учителей Старается Узнать Когда он Родился Отмечать День Рождения Что Небо Благодат И Даровало Вот такого Человека Старается Узнать Магометане Мусульмане Буддисты Вот А у христиан У нас Все Вот в этом В этом вопросе Как бы Не ясно Да никакой роли Это не играет Вот как только Начинается Рождество Христа Интернет Буквально наполнен А когда родился Христос И начинает Применять Это Это взято От того-то От того-то От божества Там Что попало Говорят Не знаем И то Что я родился Вот я 10 июня 39-м Году Это мне сказали Откуда я-то знаю Это Записали И что вот Это моя мать Вот моя мать-то Я ниоткуда-то не знаю Кроме того Что мне сказали Ну что я От отца Тихона Дмитриевича Лапкина Ну это видно Я очень Лицом похож Очень похож на него Как говорят Вылитый отец Старше он был На мать Больше похож А тут Ну все остальное Это мы принимаем Просто на веру Мне сказали Что я русский А кто знает Татаро-монгольская Ига была Может быть В моем роду Было столько Намешано Крови Татарской От Чингисхана От его Сатрапов Бог его знает Поэтому Об этом не спорим Дальше Евангелие от Матфея Первая глава Второй стих Авраам родил Исаака Толкование С Авраама Начинается родословие Так как он был Отец евреев И первый получил Обетование Что благословятся В нем все народы Бытие 18.18 И так прилично От него Начинается родословие Христа Христос Есть семя Авраама В котором Получили Благословение Все мы Бывшие Прежде Язычники И подклятвые Авраам Значит Отец Языков А Исаак Радость Смех Евангелист Не упоминает О прежде Родившихся Детях Авраама То есть Об Исмаиле И других Потому что Иудеи Происходили Не от них А от Исаака Исаак родил Иакова Иаков родил Иуду и братьев Его Толкование Вот Иудеи Иудеи жизнь за свою срамоту, то Иуда уже не выдавал ее за третьего сына. Но она, сильно желая иметь детей от семени Авраамова, сложила с себя одежду вдовства, притворилась блудницей, смесилась с векром своим и зачала двух детей-близнецов. Во время родов первый из них показал изложезную руку, как будто первым родиться. Повивальная бабка, усматривая, что родятся двое, точно дабы отличить первенца, обвязала показавшуюся руку младенца красной нитью. Но младенец опять скрыл руку в чрево, и прежде родился другой младенец, а потом уже и тот, который прежде показал руку. Посему прежде родившийся назван Фарисом, что значит перерыв, так как он перервал естественный порядок, а скрывший руку, Зарою. Эта история заключает в себе некоторую тайну. Как Зара прежде показал руку, а потом скрыл ее, так жизнь во Христе проявилась во святых, живших до закона и обрезания. Ибо все они оправдались не соблюдением закона и заповедей, но жизнью по Евангелию. Таков Авраам, ради Бога оставивший отца и дом, и отрекшийся от естества. Таков Иов Мелхиседек. Но когда пришел закон, эта жизнь скрылась. Впрочем, как там по рождении Фариса и Зара вышел из утробы. Так по даровании закона снова воссияла жизнь евангельская, ознаменованная красной нитью, то есть кровью Христовою. Итак, потому Евангелист упомянул о сих двух младенцах, что рождение их означало нечто таинственное. А впрочем, и о Фамаре, когда она и не похвальна за то, что смесилась с свекром. Он упомянул, чтобы показать, что Христос, принявший ради нас все, принял и порочных предков, дабы самым рождением своим от них осветить их. Ибо Он пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Далее комментарии. Никто не может требовать исполнения того закона, который не доведен до сведения живущих в этом государстве. Знать Евангелие – это не только знать его содержание, но и знать его истинное толкование. Иоанн Златоуз говорит, не показывай мне, что это написано, а дай мне смысл написанного. Жизнь по Евангелию, то есть по Новому Завету, по второй части Библии, наиглавнейшей и спасительной, как может произойти, если народ не научен, и его не учат этому самому Евангелию. Те, кто скрыли, не донесли, какой страшный ответ дадут пред Богом. Обращаясь к таким священникам, Иоанн Златоуз говорит, «О священник, если одна овца погибнет по твоей небрежности, тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить вину». Иоанна 5.39 «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о вне». Нужно не просто читать, а исследовать, как в лаборатории, постигая истинный сокровенный смысл откровений Духа Святого. 1 Тимофею 4.16 «Вникай в себя и в учения, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Жить по Евангелию значит быть плодоносным, жить не огорчая Спасителя. Псалом 1.2.3 «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посажено при потоках вод, которое приносит плод своего, время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Как может пастырь говорить о жизни по Евангелию своей пастре, если Евангелие не изучается, и как принято, а как принято, существует совершенно отдельно на полочке, не обитое в человеке. «Если нет жизни по Евангелию, жизни по Слову Божию, то все ритуалы, все богослужения, даже с участием Папы и Патриарха, имеют иную цену, чем им предают их исполнители». Притча 28.9 «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва – мерзость». Жить по Евангелию – это жизнь в Духе Святом. Евангелие – это откровение Духа Святого. Григорий Низкий утверждает, что Бог имеет дело только с тем, что с родственной Ему. «В ком Дух Святой, тот не может не любить Христа и Слово Божие». Иоанна 14.23 Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». «Не любовь к Слову Божию, там, где не любовь к Евангелию, где не избирается благая часть сиденья у ног Христа». От Луки 10.42 «А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Римлянам 8.9 «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». «Незнание Евангелия обрекает человека блуждать в стране далекой с блудным сыном в содружестве, вдали от трапезы Отца». Все, закончилось. Слово Божие, как оно касается. Вот я впервые Евангелие в руки получил 27 сентября. Это, наверное, было часа 4. В 1962 году Латвия, город Венсплс, улица Карла Розенберга, 18-4 Еремея, Михаила Александровича и Анны Матвеевны. До этого я знал, что Бог есть, и не более того. Познание о Боге ниоткуда нельзя было черпать, только из атеистической литературы. А тогда был отступник духовных семинарий Академии Ленинграда, Осипов Александр Александрович. И выпускались его брошюрки. Я их покупал две, потому что там он приводил выдержки из Священного Писания, а я их вырезал. Но если вырезаю, то я попорчу на другой стороне. Тогда я из второго экземпляра ту наклеивал, и получались у меня листики сплошные. Не понимал только, что означает цифры. Но мне на сердце положено было сразу, что эти слова он опровергнуть не может. Он их приводит, но опровергнуть не может. Я вот за всю жизнь, после этого 51-й год идет, как я покаялся, а мне уже 74, я никого не встретил, у кого было бы вот такая тяга в армии, таиться, искать. Это в то время было такое. Вот по всему этому я заключаю, что избранищество, которое Бог делает от утроба матери, оно подтверждается всю жизнь. Человек даже падает, совершает грехи, как Давыд, но избрание, верность остается. Израиль отступает от Бога. Вот 88-й Псалом об этом говорит. Господь говорит, я без наказания не оставлю, но милости моей не отниму. И так как я уже был в этом числе избранных, Господь меня так вел все время, у меня была жажда уйти где-то, даже в армии тайно помолиться. У меня была такая возможность. Увольнительная была на год. Я был техник-смотритель воинских зданий, ракетных войск Дальнего Востока. И разъезжал по всему Востоку. И все находил место, где можно было помолиться. И вот сколько друзей было, верующих, священников разговаривал, в армии служил. Ну, кто-то служил, нет. Ну, было такое? Нет, не было. А было такое, что искал по строчке и записывать? Тоже не было. Ну, не было. И как вот в тюрьме было, как у меня проповедь шла, как обращались люди, ни у Глеба Якунина, ни у Зои Крахмальникова, ни у Саши Огородникова, с кем я беседовал, никого не было. И поэтому меня всегда интересует, вот сейчас, с кем я знаю, если у тебя и твое избранищество, в каком возрасте начало проявляться? И когда мне Евангелие дали, то меня оттолкнуло буквально от него сразу же, что Авраам родил Исаака. Ну, почему не написано, что жена Авраама Массары родила Исаака, мужик родил мужика? Ну, не может быть. Но я не остановился, читал до 18 стиха, и дальше гляжу. Рождество Христа было так, прежде нежели сочетались, оказалось, что она имеет ващреве Духа Святого Мария. Я-то скорее выписал себе в тетрадку хозяева в другой комнате на кухне, а мне дали Евангелие. Гляжу дальше. Еще стих. Я записал, нет, писать не надо, надо скорее считать. И когда они зашли, я уже на Нагорной проповеди был. Это Господь ответил на мои блуждания в 23 года. Это скорбь постоянная. Почему я раньше не нашел? Почему раньше мне не сказали? Притом это были сектанты. Православных я знал многих. Я молился, дома собирались, в церковь заходил, ничего этого не было. И поэтому вот 50 лет я все время людям указываю. Если мы считаем себя, что много званых, мало избранных, мы избранные, то это избранищество должно проявиться в любви ко Христу, к Слову Его. Тебя будет касаться абсолютно все, что где происходит. Я каждый день с этим сталкиваюсь. Я говорю, ну ты это знал, знал. Ну почему ты не сделал это? Как-то откладывать на завтра. Ну я пойду, напишу письмо. Ты сейчас скажи скорее, пока человек не умер. Вот этот накал, как называют, алармовое состояние, тревоги. Я тоже не встречал нигде. Даже сейчас, живя здесь вот, я говорю, ну ты это знал, видел, что вот тут непорядок. А почему промолчал-то? Не знаю. Не знаю. Опять. Вот сейчас даже тут с братом выехал он. Как поступить? Как попытаться пробиться к нему? Он ожесточенный такой. Его отсюда исключили, то, что он пил. У меня все время внутри идет поиск. А как к этому человеку подойти? А этот вот так ведет себя. Почему? Вот мы за столом беседовали. Вот это было 22 сентября, день рождения нашего батюшки, отца Иакима. И сестра наша, ей 87 лет, Серафима Гавриловна Плотникова, она и говорит, а почему дьякон Евгений, он не может служить, и почему батюшке нет, он не служит, у него голос хороший, и он читает хорошо. Он не может, потому что у него случилось вот то-то. Я промолчал, потому что тут батюшка был. А батюшка ответил так туманно. Я вчера достал книгу «Правил», открывая правила Григория Неокесарийского, пятое правило, и по правилу показу, он никогда не может быть больше дьяконом. Он может причащаться, может петь, но дьяконом, кадила в руки взять, творить, если был священник даже, он никогда не может быть. А как же, епископ наложил на него эпитемию на три года. Значит, не знает каноны. Нет никаких ограничений. Навсегда он в сане как бы остается. Но служить он не может. Отнята благодать. Он безблагодатный. Так и написано. Благодать чужда ему. И поэтому у него такие завихрения идут. Они и были-то раньше, и сейчас. Я к ней поехал. Сел на крыльцо. Садись, говорю, мне нужно тебе что-то сказать. Сначала батюшке сказал. Он говорит, ну я так и понимаю. Батюшка правильно понимал. Но она-то не знает. Я ей давай считать каноны. Ну а как же, у нас был священник, а ему там какие-то ребята предупредили, если ты в одежи будешь своей ходить, с храма домой-то, мы тебя будем бить. И он взял одежу и снял. Я говорю, беды никакой нет. Но он ушел с ними вместе, стал выпивать там, рокер, кататься. Священник, видать, молодой совсем-то. И на архиерея его на два года отлучил. Я говорю, за пьянку на два года, а то правильные каноны. А потом опять стал священником. У него нет этого греха. Пьянство и связь там с миром где-то, там другая эпитемья, здесь другая. С него снимается благодать. Так прямо написано, безблагодатная. Почему никто больше не поехал к этой Серафиме? Только вчера конкретно. Меня это тревожит. Прошло всего тут сколько дней, уже четыре дня, я все эти дни думал, как к ней подойти? Я ее убедил полностью. А я не знал, и то другое. А кажется, что они беседуют? Она писание, как знает, она все знает, она все понимает, она сердцем чувствует. Я ей места писания открыл, открыл канон церковный, взял, выписал на бумажку, ей даю, почему больше никто об этом не беспокоился? Так это не одно это. Вот там жители, какие мне касаются там потопления на Амуре, надо написать, сейчас пришел ответ, ответ уже из министерства, может там есть люди нашего духа, и они хотят сюда. Все живут здесь, ни батюшка, ни староста. Почему они не написали это? Я потом уже исследую. А у меня покоя нет на молитве. Я сразу еду, начал говорить, батюшка, да ну, понаедут такие, не рад ничему будешь. Может быть так, надо написать. Может никто не приедет. А потом опять остановились, и вдруг звонок, сколько человек можете принять, от Самура. И опять молчок. И опять я сажусь по всей деревне, в каждый дом захожу, узнаю, сколько людей можете принять. Сколько у нас пустых домов-то? Почему никто не, батюшка, никто не поехал? Опять подожди. Чего ждать-то? Мы должны дать ответ. Я сказал 70-80 человек. Я проехал, всех записал на бумажку. Вот этот внутренний огонь, он все время будет побуждать. Едешь ли, желаешь ли, сказать, вот приезжают корреспонденты, я прячусь, батюшка меня вытаскивает. Ну уж если меня вытащили, то я уже буду говорить, под язык ко мне и надо залазить. Я буду говорить как есть. Вот это просто проявления эти. Вот у меня была такая жажда познать, и познание этой жажды привела к тому, что я оказался там, в нужном месте, в нужное время, у нужных людей. Я просто хвалюсь моим Господом, что я знаю Его, что Господь так соприкасается с душой, так события наслаивается одно на другое или цепляется одно на другое, что желание главное мое будет исполнено. Я хотел знать волю Божию, воля Божия в Евангелии. Я полюбил Библию. Я тысячам, сотням тысяч, может быть миллионам людей уже рассказал об этой любви Божией. И ничего нельзя прибавлять к этому. Я вижу, в православии этого нету. Никто об этом не говорит. Патриарх другой раз говорит, там минут 20, полчаса, и слово Христос ни разу не помянет. Слово Святая Библии нигде нет. Слово Иегова отсутствует. А воочи не говорят. Почему? Я бы был другим, тихо, мирно жил, мне тоже хочется покоя, но у меня везде и всюду вот эти несогласия. Я вижу, он не так делает. Я ему сразу раз по Писанию, вместо Писания. И я изучению Библии посвятил полвека. Почему? Это внутренний огонь. Я могу это не заниматься. Вот он сидит, занимается Библией, выписывает. У меня это прошлый этап. Я теперь только, как говорится, обдумываю, обмозговываю и свожу одно с другим. На сегодня все. Замечай, где. Тем более, мы сегодня уезжаем в город, что там престольный праздник у нас, крестовозвиженская община в Барнауле. А я староста, надо там побыть, отвезти что-то. Ой, мои ноги. Спасибо, Христос. Так, слава Христу. Ну-ка, позвольте мне встать. А? Ой. Он сегодня еще так агрессивно-то, этот шарик наш. Потому что у него нога, вещи. Вот, пойдем, я тебя познакомлю опять. Нельзя трогать. Нельзя трогать. Нельзя. Ну-ка, давай. Вот он где. Нельзя. Вот он, смотри. Гляди. Ну-ка, понюхай его, понюхай. Вот он уже не боится, сидит. Ну-ка, да хорошие мои. Вот они в моем доме. Да хорошие. Вот они, мои дорогие. А вот он пошел. Это природа. В природе надо жить. Постой. Сейчас последний известный скажут. Еще запишем. Мы каждое утро после сна в 4.40 помолимся. Правило у нас утреннее православное правило. Потом всех вспоминаем. Правители, священство, какие беды. Мы все уносим перед Богом. А потом, ну, сначала семи поклоны, начал, потом семи поклоны, начал опять. И после этого мы 100 поклонов делаем служены. Я говорил, как это. А потом считаем блаженного феофилакта. Блаженный феофилакт толкует священное писание. Это нам так близко, дорого. Вот уже фактически почти сейчас подожди. Это должны уже 6 часов мы заканчиваем. Узнаем последнее известие и знаем, о чем молиться. Это необходимо. Видите, сигналы какие. Телевизора нет. Я с телевизорами воевал все время. А тут последнее известие. Послушали, выключили, все. Лучшая религиозная передача – это «Голос надежды». Адвентисты передают. Православным далеко-далеко-далеко-далеко. Вот ближе, здравствуйте. У микрофона с новостями Таисия Сидельникова. Здравствуйте. Делегация России покинула залги на Ассамблее ООН во время выступления Михаила Саакаширина. Депутаты вышли, когда президент Грузии подверг резкой критике российской власти и политику нашей страны на постсоветском пространстве. Об этом сообщает Адвардак. Договорились тех в Совете Безопасности ООН за сирийскому саморужу до сих пор нет. Ранее сообщалось, что резолюция уже согласована, но в российской делегации эти сведения о проверке. Наконец, министры иностранных дел постоянных членов САЛБИЗа встретились с генсеком Всемирной организации Панги Муном. США положительно оценили эти консультации. Первый после июньской аварии запуск «Протона» состоится 30 сентября. Это подтвердил сегодня глава Роскосмоса Владимир Поповкин. С казахстанской стороны дата уже согласована. Ракета-носитель «Протон-М» с тремя российскими спутниками «Глонасс» упала 2 июля на космодроме «Бальканур» на первой минуте старта. Аварийная комиссия пришла к выводу, что к аварии привела неправильного станка датчиков угловых скоростей. Через несколько часов КНКС пристыкуется очередной союз. Корабль стартовал с «Бальканура» и уже вышел на расчётную орбиту. На борту экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Котова и Сергея Рязанского и астронавта «Наса» Майкла Хопкинса. Все трое чувствуют себя хорошо. Им предстоит выполнить программу научно-бегазных исследований и вынести в космос Олимпийский. Понятно, нас тоже не касается.